В Твери постепенно внедряются современные технологии. Это коснулось и дорожного движения. Продолжается запуск системы «Умный светофор». Как оценивают это нововведение жители города, выяснила наш корреспондент Елена Кандидатова. Ни для кого не секрет. Красный – стой, желтый – приготовься, зеленый – иди, ну или едь. Самым простым правилом дорожного движения нас учат еще с детства. А сейчас при регулировании перемещения транспорта и пешеходов помогает «Умный светофор». Уже с осени 2022 года по поручению губернатора Игоря Рудени ведутся работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году оборудовано уже 12 светофорных объектов, в том числе на Тверском проспекте и на проспекте Чайковского. А недавно запустили еще два «Умных светофора» в разных районах города. В Центральном районе на Соборной площади и на площади Конституции в Заволжском районе. Где будет контролироваться въезд и выезд со стороны улицы Паши Савельевой. Как говорит бригада спецдорпроекта, ни снегопад, ни морозы для них не преграда. Поэтому в планах установить зимой еще пять «Умных» объектов. Сейчас за безопасность на проезжей части отвечает искусственный интеллект, которым планируют наделить все светофоры нашего города. Правила пользования «Умным перекрестком» совершенно просты. Подошел, нажал кнопочку и жди зеленого сигнала. Система «Умный перекресток» собирает всю информацию о трафике, анализирует ее и принимает решения об автоматической регулировке циклов. Одно из важных преимуществ проекта — это то, что все кабели проводятся под землей, что позволяет сохранить эстетику города и не мешает участникам движения. Как говорят жители, зеленый сигнал после нажатия кнопки на пешеходном переходе моментально может сработать только ночью. А в дневное время все работает по стандартному режиму. «Работает тогда, когда нет транспорта». «Я отношусь к этому позитивно, но другое дело, что он не работает, когда много машин. Он работает рано утром и поздно вечером». «Новая технология всегда полезна». «Мне кажется, она работает только в ночное время. А так это...» «Все то же самое, да?» «Все то же самое, конечно». «Я считаю, что это хорошая вещь, но иногда бывают такие места, где устанавливают этот светофор, и он очень долго. И то есть приходится ждать очень долго, особенно если едешь на автобусе и куда-то опаздываешь». Как показывает опрос, большинство пешеходов не против внедрения новых технологий. Хотя и относятся к этому немного скептически. Говоря, что система не всегда работает так, как они желают. При этом не стоит забывать, что существуют мнения и других участников дорожного движения. Автомобилистов. И многие из них пока не в восторге от алгоритма работы новых светофоров. Впрочем, как говорят разработчики, система «Умный перекрёсток» направлена на модернизацию транспортного комплекса региона и повышение уровня безопасности на дорогах. И ещё точно будет изменяться и совершенствоваться. Ведь «Умные светофоры» не зря носят такое название. Они, как говорят их разработчики, способны обучаться. Всего в Твери планируют установить 65 таких «умных светофоров». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok